Всем привет! 21 октября 2021 года. Вчера был шторм, мы находимся в Коблево. Видите вы, что на пляже творится. Вода подходила прямо чуть ли не к базам, видно по следу. Море до сих пор волнуется, но на улице, вот сейчас солнце такое осеннее, вы видите, оно настолько жаркое, что можно идти в футболки. И загарных принимать не будешь, но на улице, если еще идешь... Показывает 18 градусов. Мне кажется, жарче. В тени 18 градусов, ветра нету, а вот на солнце градусов, наверное, местами 25. Если в темной еще одежде, то вообще, конечно, такая, наверное, это, наверное, ранняя осень или поздняя весна. Чем-то мне напоминает, мы же тут были весной, да? Да, когда никого не было, и так само погода. Примерно то же самое. И смотрите, и сейчас здесь никого нету. Вот вы привыкли видеть пляжи, полные народу, а вот смотрите сейчас. Море, базы, все на месте, только людей нету. Иногда попадаются местные... И море почистило пляж немножко. Вода посмывала, постягивала все, что можно. Ну и много повыбрасывала чего, конечно. Люди с металлоискателями ходят, что-то роют, находят, видно, какие-то ценности, полезности. Пришли мы со стороны Южного. Вон там мы были, на том месте. Есть видео. Перед этим, смотрите, я выложил, ссылку оставлю. Были мы на том вот смотровом месте, на том обрыве. С того обрыва видно полностью побережье. До самого конца Коблева видно оттуда полностью. Очень интересно. Пешком мы шли с Южного до Коблева. Там все снимали, показывали. Ну и вот, смотрите. Чистое побережье, свежий воздух, как я говорил. И не перестаю я говорить, что... Вот этот момент, наверное, для нашего отдыха самый важный. Что организм не насилуется жарой, а дышится легко. И народа нету. Дышится легко. Не переступаешь через людей. И не жарко, да. Не жарко. Организм также не страдает от жары. Ну и море тоже самое. Одно, что ты не можешь искупаться. Ну сейчас бы, смотрите, вот повымывало. Ну после шторма. Это обычное дело. Ну и вода. Люди там купались, кстати. Да, я спросила у женщины, говорю, как водичка. Она нормально, говорит, градусов 14. Я говорю, нормально, комфортно вам. Вы, говорю, моржи. Она, да нет. Ну, хорошо. Стоят спокойно так купаются. В теле просто. Ну, в теле люди. Люди в теле, поэтому. Вчера мы замеряли воду в шторм. То было где-то около 15-16 градусов. Даже 16,5 где-то было. При том, что на улице температура была 17,5-18 градусов. Это, понятно, последние теплые дни, которые мы успели застать. И это очень классно. Просто прогуляться. Сейчас мы прошли уже больше 10 километров пешком. Я думаю, на сегодня будем спать ночью, как убитые, как говорится. Да, посмотрите обязательно видео, как мы шли. Кто-то, может, не верил, что мы дойдем до Коблева. Посмотрите, дошли. Дошли до Коблева. Сами пешком. Ну и пляж. Пляж, опять же, интересно идти и просто смотреть. На это все, когда ты видел толпы здесь. И когда сейчас спокойно, а только шум моря. Вот если бы еще море не так шумело сильно. А мне нравится. Было бы вообще красота. А мне нравится шум моря. Идешь и наслаждаешься. Не замечаешь ты, что идти очень просто и легко. Ну, потому что песок мокрый. Еще один плюс. Вода песок намочила, и мы идем спокойно и свободно. Сейчас, если был песок сухой здесь, то нужно было бы идти там, где... Мокро. Где мокро. Или же буксовать так, что просто в два раза сильнее пустовал. Сейчас вот повезло нам, что после шторма, после прилива, теперь мы идем очень легко. Много, конечно, мусора морского, ракушки. Там, с той стороны, на молдавской зоне, то вообще прям ошметки водорослей. Как одеяло зеленое лежит. Мягкое такое все. Ну и подванивает немного. А тут прям очень много. Ну и все измельчится. Люди вернутся и все измельчат ногами. Будешь кататься? А, ты груженая. Света, вот смотрите, видите? Вот, нагинайся, не стесняйся. Вон она лежит, ждет тебя. Ой, высоко. Света нашла себя, она пустая, не может ходить. Ей нужно что-то всегда нести. Поэтому она загрузилась ракушками. Да ногами же раскачивайся. А я что, достаю? Так я кувркнусь. Так не достаю, а вот так, конечно. Я просто выпрямила качелю, бы она криво шла. Не надо так криво. Ты меня уже в березке раскачал. Это ж не та качеля. Нам еще надо до Южного дойти. Очень много повыбрасывала вот этих вот раковин от рапанов. Напишите в комментариях. Очень много. Местами прямо вот на одном месте их просто десятки штук разных. Да? Покажи людям, что ты там насобирала. Вот. Ты еще у меня... И это еще ничего. У нее полный рюкзак сзади. В рюкзаке легче нести. Не знаю, они съедобные или нет. Зачем мы их есть будем? Нет. Нет, я что-то буду делать. Я не знаю, что. Что-то будешь делать, но не знаю, что. А я знаю. Что? Полежат они, полежат, и потом они куда-то в уголок спрячутся, и все. Нет. И будут там в уголку потом лежать. Зато красиво. Зато красиво. Зато есть вспомнить и не пустой идти домой. Я где-то в огороде их выложу красиво, например. По дороге в Южный? Нет. Выложишь красиво их? Да, тропу там, где я шла, чтобы осталось. Видишь, пицца и стейк, энд стейк, на зиму вообще заколотили. Угу. О, можно вот так на Прадо выезжать. И вон люди купаются тоже. И отдыхать на море. Вообще супер, народа нету. Прикольно, никому не мешаешь. Что-то еще и работает. Люди сидят. За столиками проветриваются. Работники или хозяева. Я думаю. Готовятся к закрытию. Консервируются все на зиму. Не, ну просто такой вот сезон, что, блин, ну некоторые приезжают, вот просто походить, смотри. Ну, коблево не для этого случая. Это так, или хозяева, я думаю, или, ну, кто будет из одного-двух человеку такую махину запускать? Просто приехал на машине на день, вот заехал на пляж вообще машиной. Ну, вот, да, так вариант. Никому не мешаешь. А так видно, все закрыто. Расстелил одеяло, достал бутылку вина, посмотрел на нее, закрыл и поехал домой. Потому что за рулем бухать нельзя. А если рядом? Или вот так, походить, ноги помочить, тоже прикольно. Смотри, за это лето, ты этой же площадки не было. Зашуровали, смотри, сколько навесов. Ну да. Тут было просто, просто чистое место. А тут, смотри, как классно. А это что, затонул где-то корабль и выкинуло канат на берег? Даже не знаю. Ничего себе. Березка, кстати, делали мы видеообзор, кому интересно, хороший классный вид на море. Из этих номеров, которые выходят сюда, в эту сторону. Показывали номер, балкон, короче, все дела. Интересный обзор, посмотрите по ссылке. Если ссылку вдруг не оставил, спрашивайте в комментариях. Обязательно читаю всем комментарии и отвечаю. Вот еще часть каната. Ого! Длинная. Дальше не... Ох ты, ё-моё! Все засосало, опасная трясина. Вот вам и адидасики. Смотри, еще кусок каната. Это явно из моря, это же не из берега его взяло. Напишите в комментариях, это, ну, посудин из какой-то, судно из какого-то ж. По-любому. Представляешь, порвать вот так его? Не знаю. Такой толщины канат порвать, это ж он порванный. Разорванный. Напишите в комментариях, что это вообще может быть. Краб огромный. Да. Он умер. Большой. Подними его. Сдохлый. Ага, ты видишь. После шторма тут куча всего. Да нет, ну, знаешь, как бегает. Если бы он был живой, давно бы убежал. Ну да, ты там сейчас провалишь. Вдруг вода его оживет. Ему уже это не поможет. Ты говоришь, носит эти креветки. Ну а что? Она, может, это еще, ну, не закончила смену еще. Ну да, потерялась во времени. Возможно, да. Кто это? Не знаю. Собакина, застрярная. Здрасте. Да нет, просто гавка. Достряла. Сейчас заберет мои ракушки. Скажи ей. Капец, блин. Будет обидно. Заберет сейчас мои ракушки. Иди, я подожду. Вот еще кусок. Такой хороший, длинный. Напишите в комментариях. Реально интересно. Такой канат. Блин, капец. И порвать его. Ну, понятно, что все возможно. Еще часть какая-то чего-то. Часть какая-то чего-то. Ого, пластик, но тяжелый. Тоже интересно. С суднами связано это или нет. Строительство на глазах. Эта часть именно расстраивается прям капитально. И высокие, и вот такие домики типа коттеджов будут. Ну да, семьей. Приехал, семьей снял. Машину рядом поставил. Вот впереди Делавита, где мы тоже отдыхали. Делавита. Да, эта часть более популярная для отдыха. Люди едут сюда. Та часть, мы пришли оттуда, там, конечно, заброшенное. Заброшенное такое все. Непривлекательное, так сказать. Как вроде бы время там остановилось в начале девяностых. А здесь расширяется все, расстраивается, улучшается. Вроде бы коблево одно, а оно разное. Да, она выносила море, конечно, кучу всего. Чайки уже задолбались убирать. череп, чайки. Челюсть. Ну, это какая-то ракушка. Или что это, не знаю. Она необычная. Что это? Кто-то был. Вот ковер вот этот. Я Свете предлагаю, чтобы она сделала поделку из этого, вот смотрите. Юпочку пошила. Или одеяло. Я ему сказала, могу тебе пошить. Или утепление, это ж можно на хату утепление вместо стекловаты. Ну да, конечно. Смотрите, сколько. Море прям. Да, добро пропадает. Вот какой-то дефлинчик какой-то или что, ручка. Ручка от чего-то. Игрушка какая-то. Игрушка. Тут, короче, вот этого одеяла куча. Можно было бы на продажу даже делать что-нибудь. Вещи. Ну да, конечно. В тренде были бы. Ну да. Своими руками из... Сто процентов. Повымывала, поразмывала, конечно. Песок ушел. Бетон остался сверху бетонированный. Бетонирование. Это ж рыли яму, потом заливали. Вот ваши лежаки так сложены, на которых вы лежите. И пляж. Красота пустой. Не души. Вот отель, который в прошлом году или в этом открылся. А, в этом открылся. Свежак тоже рядом с Деловитой. И цена вроде бы немного меньше, чем у Деловиты. Деловита очень завышенная, конечно. Деловита мы просто попробовали. Было интересно. Один раз. Ну и понятно, что один раз можно попробовать потратить деньги, просто потом уже знать, что их не стоит тратить. Тоже все закрыто, все законсервировано. Все сезонно. Где же люди? Люди! Люди! Одна чайка стоит и смотрит. Ты чё, дебил, орёшь? Ты чё орёшь, дебил? Фу, красота! Так, ну камеру не буду выключать. Может, должна выскочить собака. У меня предчувствие. Ещё чуть-чуть. Главное, не махать руками. Такие вот постройки. Ух ты, прикольно. Смотри. Квадрокоптер. Продам. Что, серьёзно? Смотри. С этим, с гаражиком. Продам. А, это всё полностью база продаётся. Нормально. А чё? На побережье. Море вот. Вот море рядом. Тут такие вот дешёвенькие, видно, советских времён. Ну, на несколько дней становиться. Смотрите, для детей прыгалки, скакалки. Продам, опять же. А что такое? Куда мы попали? Что здесь всё продаётся? Смотри, а здесь как в Крыму. Здесь а-ля Крым. Кто соскучился, вот, пожалуйста. Смотри, как красиво. А вот, смотрите, кто-то, а. Короче, так, для информации по моим ощущениям, вот эта вот молдавская сторона, она не пользуется спросом, да, и такое оно всё там продаётся. И некоторые заброшенные, там написано, сдаются номера, всё заросшее, заборы не крашеные. Ну, то есть, не пользуется эта сторона спросом, скорее всего. Вот такое оно. Ещё советские базы, и, ну, не ремонтируются, ну, как бы, ну. Пошли туда. Поэтому эта сторона вот и видно там. Там продам, там продам, там продам, она, видно, спросом не пользуется. Это стопудово. Ну, такое слегка запущенное. Да, какое-то по сравнению с той стороной. И всё круто, классно, красиво, берег чистый. Так я не понимаю, там номеров нету. Вот реально в сезон же, что слышала, что хотя вот здесь, вот, пожалуйста, тебе. А сюда никто не хочет. Кондиционера нету, тут ничего нету, тут нормально охраны нету, не оставишь вещи, потому что кто-то залезет. Ну, да, надо шагать в ногу со временем, а если не шагаешь в ногу со временем. Вот, хотя видишь, смотри, так они его сделали просто, реставрировали. Может быть, и всё остальное сделать. Может, это начало. Ну, тогда будет, да. Да. А если такое, то люди уже ехать в такое не хотят уже, в какое было раньше. Так, ну, короче, мы заблудились, всё. Редактор субтитров, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молдавскую сторону показали вам, примерно вы понимаете, что это собой представляет. Теперь по ценам я не знаю, но скорее всего здесь сильно бюджетный вариант. Ну не знаю, насколько сильно. Ну и здесь чем лучше, чем в Южном пляж, тем что здесь песок натуральный. Там с глиной и с ракушняком, здесь вот мягенький песочек. Молдавская сторона. Вот это одеяло, о котором я вам рассказывал. Одеяло вот, да, классное такое? Классное. Юбку можно сделать. Одеяло. Все можно. Своими руками. Природа тебе все дает. Е-мое, не пугай меня. Море пугает. Короче, показали вам Коблево, что сейчас здесь происходит. В октябре месяце. Вот да. Солнце, кстати, светит, но уже не греет. Вроде бы он светит, а уже все. Ну уже время 3 часа или 4. А нам еще идти километров 15. Домой. Дойдем. Пешком по побережью. Поэтому мы идем. Видео, как мы сюда пришли, тоже пешком из Южного. Смотрите обязательно по ссылке. Подписывайтесь на каналы, в инстаграмы. На все эти дела подписывайтесь, потому что мы и дальше будем снимать для вас. Такого типа видео на канале покажем все. На Светланы канал подпишитесь по рукоделию. Ссылку также оставляю на мой основной канал. Может, я когда-то все-таки сделаю юбочку из водорослей. Обязательно юбка из водорослей. Пишите комментарии, ставьте классы, кто хочет юбку из водорослей. Я только за это. Ну, без ГМО называется. Юбка без ГМО. И я, конечно, обязательно на своем канале покажу, что я сделаю из ракушек, которые я недаром несу. Надеюсь, что это сделаю. А может, канат этот возьмем все-таки, который вынесла. От корабля из него что-то сделаем. Ну, если ты донесешь, да. Сейчас Света сворачивает канат, несем его тоже домой. Тогда надо машину сюда пригонять. Всем удачи, до следующих видео. Всем пока. Давай, я пока это. Пока смотрю, чтобы люди не это, а ты это. Смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.